маршируем друзья вы на канале база торгов а сейчас мы находимся в городе ставрополе магазин антикварь сегодня мы познакомим вас с еще одним бизнесом который так или иначе связан с торгами по банкротству мое почтение и так мы сегодня познакомим вас с владельцем данного бизнеса и на приветствую познакомим с ним она расскажет о себе расскажет вообще как он начал свое дело с чем решил связать свою жизнь вот и дальше все по порядку по вопросам так она давать первый вопрос расскажи представься первую очередь меня зовут инал я владелец антикварного магазина занимаюсь этим уже наверно с детства я в детстве собирал марки модельки монеты вот ну это как-то все переросло потом бизнес просто когда ты занимаешься самым любимым делом то этот бизнес больше всего приносит и удовольствие и соответственно финансовые какие-то прибыль ну понятное дело ты вот коллекционируешь все вот именно для магазина то есть ты купил и уже продаешь что коллекционируешь то лично для себя я ничего не коллекционирует это ну как сказать это своего рода моя коллекция все что здесь находится принадлежит мне и когда у меня люди спрашивают что вы вот конкретно коллекционируйте у себя дома у меня дома нет ничего вот здесь это все моя коллекция самое что я люблю это старые классические автомобили вот это это я коллекционирую так ну к автомобилям мы перейдем чуть позже и нам расскажи какая самая уникальная там редкая не знаю дорогая вещь не знаю в твоем магазине потому мнение находится это меч японского самурая 16 века с экспертным заключением известного мастера уже не помню можно достать показать да конечно вот это футеляр для клинка называется сайсара вот эта имитация клинка чтобы клинок не ржавел разбирается полностью меч и клинок вставляется сюда это дерево сохраняет пропускает воздух влагу то есть клинок остается вообще в первозданном состоянии он нержавеет никакими они покрываются коррозией сам клинок у нас уже как красиво дан на рогах расположен до эту подставку уже делали специально под этот меч здесь уже ножны немножко разошлись поэтому мы их вот так вот скрепили так это подлинный меч японского воина 16 века они острые уже я думаю в коллекцию себе такую такого красавчика хотелось бы иметь я думаю что на базе торгов такие вещи тоже проскакивают да на базе торгов попадаются различного рода амбикварные вещи даже монета давай расскажи у тебя же монеты да еще есть да конечно у нас представлены монеты начиная с античных времен они у нас тут в упаковках это античные монеты которым две две с половиной тысячи лет а это уже монеты времен екатерины александра николая второго это все подлинные монеты и я приверженец того что мы никогда не торгуем никакими копиями то есть все предметы здесь подлинный абсолютно каждый предмет можно проверить отдать на экспертизу и есть сертификаты определенные которые проходят экспертизы уже выдаются да так но у нас на дорогах нам тоже попадалось и на монета ты видел да я видел стоимостью этом более 80 миллионов рублей таких экземпляров всего три в этом мире до 1 находится в государственном историческом музее 2 находится в историческом музее и соединенных штатов и вот 3 как раз у вас на торгах это уникальная монета и всего три поэтому ну надо задуматься коллекционерам да если у вас есть лишние там 80 90 100 миллионов так что можете зайти на торги мы вам выкупим эту монетку вы чё с ума сошли что расскажи топ-3 вещи которые ты продал своей жизни связаны вот своим бизнесом первая вещь это было два подсвечника из чугуна сделаны вот как вот например вот эти предметы этот чугунный сплав вот они были кстати тоже в антикварном магазине здесь у нас ставрополе лет десять пылились все мы плесенью покрылись маленький антикварный магазин эти они стояли просто на полу два маленьких подсвечника я посмотрел по каталогам и понял что это редкие вещи хотя в этот антикварный магазин посещать посещали все антикварщики нашего города и и никто не понял что это редкость я быстренько их выкупил за 15 тысяч и через два часа они были проданы за 200 тысяч рублей это сильно недавно этот второй топ пока не забыл нам в магазин принесли 8 монет они были серебряные и банковские специальных футлярах капсулах вот мы купили их каждую по 500 рублей из них две оказались очень редкий был перепутан штемпель в общем одна монета ушла за 68000 вторая за 78 тысяч потратили тысячу рублей заработали больше 150 тысяч ну и ну третье в магазин принесли икону мы купили ее она была в серебряном окладе с эмалевыми вставками то есть я когда меня не было в магазине и мне девочка продавец скинула фотографии я понял что это за икона я бросил все свои дела и приехал в магазин и обычно мы у людей спрашиваем сколько вы хотите за предмет ну сейчас век интернета и как бы люди уже знают примерно какие цены и женщина говорит я знаю что эта икона дорогая я бы сколько 15 тысяч рублей я сказал я согласен настоящая стоимость мы продали ее чуть придержали и через неделю продали ее за 250 маржинальность такая неплохая да интересно вот за сколько монетку вот это можно будет продать который с торгов нужно будет выкупить ну я думаю что можно цену вам любую ставить потому что она уникальная это приз серебряная калоша слышали такой да я нет серебряная калоша это вручается нашим звездам которые сняли клип какой-нибудь очень смешной или несуразный или ну что-то такое там вытворили на сцене вот это серебряная калоша вручалась киркорову за интервью с одной из наших ростовских репортер была такая там когда диалог когда она задавала ему за вопросы он говорил да да научитесь говорить сначала по-русски да до свидания все до пизда и вот за это и за это ему вручили калошу естественно филипп киркоров за ней не приехал на вручение номинации и эту калошу отправили данному репортеру с ростова она уже попала к нам из ростова сюда встава youtube выдают серебряные золотые рубиновые кнопки а у нас выдают калоша да так резину у тебя тут вижу еще благодарственное письмо есть до с авто фестиваля из автофестиваля из антикварного слета да это благодарственное письмо автофестиваль фэмили автошоу 9 или 22 года на форт мустанг который стоит у меня внизу мы сейчас я думаю спустимся и посмотрим его тоже более детально в общем тут у тебя я вижу часы кстати у нас тоже есть на торгах самые разные модели да также жду монеты картины в общем друзья все что угодно то есть любую профессию можно завязать с торгами в банкротство вот еще что можно сказать да о нашем таком общем деле антиквар торги вот смотри в ней это вот лично вопрос от меня то есть у нас мы в основном занимаемся авто транспортным средством да то есть чего рынок поп не просто переполнен выбор колоссальный и там ты машину какую-то заметил на торгах да ты там перешел те же агрегаторы да там торговой площадке и ты можешь примерно посмотреть рыночную стоимость то как ты здесь подбираешь вот рыночную стоимость потому что мы предметы просто уникальный их практически нет продажи еще раз повторюсь это опыт что касается допустим икон это нужно по письму различать опять же есть каталоги определенный где центральная россия письмо есть там ветковская урал то есть полях это вот что касается икон что касается фарфора есть каталоги есть форумы куда можно сфотографировать выложить данный предмет и его вам оценят либо вы не скидывайте на ватсап и я вам сразу говорю подлинный предмет или нет и его стоимость то есть ну вот каталоги опыт и наверно формы то есть тебе даже достаточно отправить фотографию и ты уже понимаешь достаточно отправить фотографию любой монеты любого предмета и я вам скажу настоящий он или нет и его стоимость и нам не было очень интересно тебя послушать то есть каждое каждом предмете в твоем магазине но это еще не все пойдем спустимся к автомобилю за который мы сказали и посмотрим его уже на давай для наших подписчиков организуем что-нибудь интересное можно сделать по промокоду база торгов скидку нашем магазине 10 процентов я считаю что это отлично скидка приходите каналу в магазин говорите промокод база торгов и он все организует и так на чем же ездит антиквар так канал я думаю ты слукавил если ты коллекционер ты сказал что все коллекционеры же себя но я думаю такая тачка тут точно заслуживает место в коллекции конечно это коллекционный автомобиль ford mustang рауш из тюнинг ателье джека раушек этих машин всего 148 в мире а у тебя какая номер 7 номер 7 агент 007 это сильно сколько здесь лошадиных сил вообще что это за мотор что это задачка здесь 415 лошадиных сил объем 46 с компрессором на механике машина в отличном состоянии в диспробег всего 42000 2006 год по россии она проехала ну максимум может быть 1007 вот я заказал получается с америке до машина приехала мы ее растаможили все и она стоит в коллекции это одна из самых любимых машин моей коллекции так мне сейчас еще хочется твое мнение спросить по поводу грядущих перемен первого августа что вообще думаешь я уверен что машины подорожают но мы под под это уже не попадаем я знаю что там увеличится утилизационный сбор но у меня все машины оформлены на российский учет мне уже это не грозит да не но смотри я думаю что сообщи все машины абсолютно на рынке подорожают но у нас на торгах цены будут также гораздо значительно ниже рынка поэтому переходите в наш телеграм-канал подписывайтесь выбираете что антикварные вещи что автомобили следующем выпуске вы увидите другого владельца бизнеса и